У нас военный переворот. На улицах всякий хлам. Окурки, гильзы, стекло. Народ сидит по своим углам. Вечер, ты помнишь, была пальба. Неизложенный кабинет бежал. Окрестная голодьба делилась на да и нет. Три по полудню. Соседи спят. Станции всех широт стихли усталые. Листопад. В общем, переворот. Сегодня тихо, почти тепло. Лучи текут через тюль. И мутно-солнечное стекло, спасшееся от пуль. Три по полудню. То ли лежим, то ли всякий изнемог. И отсыпается. Мы лежим, уставившись в потолок. Собственно, мы уже за чертой. Нас уже как бы нет. Три по полудня. Свет золотой. Это и есть тот свет. Вчера все окончилось. Детский плач. Выстрелы в бой старух. Так после казни стоит палач и переводит дух. Полная тишь, голубая гладь, вязкий полет листвы. Кто победил, еще не понять. Ясно, что все мертвы. Так завершается большинство штурмов, штормов, атак. Мы ли не знаем, после чего тоже бывает так. Микровновесие. Лучи в окно. Золото тишины. Палачи жертвы знают одно, и в этом они равны. Это блаженнейшая пора. Пауза, лень, просвет. Прежняя жизнь пресеклась вчера. Новой покуда нет. Клены. Поваленные столбы. Внизу не видно земли. Листья осыпались от стрельбы. Дворника увели. Полная тишь, золотая лень. Мы с тобой взаперти. Может быть, это последний день, завтра могут прийти. Три пополудни, полный покой, точка, верхний предел. Чуть прикасаюсь к руки рукой, но не сближая тело. Влажной кожей на простынеет потолку лицом. Три пополудня. Тень на стене, ветка с одним листом. Снарядный ящик разбит в щепу. Вечером жгли костры. Листовки, брошенные в толпу, белеют среди листов. Микравновесие, апогеи, детская черчура. Все краски ярче и чуть теплее, чем завтра и чем вчера. Что-то из детства. Лист в синеве, квадрат тепла на полу. Складка времени. Тебе жаль отпускать стрелу. Так качели, порой грозя, качнутся вокруг оси, вдруг зависают. Дальше нельзя. Так иногда весы дрожа уравниваются, но опять качнутся грозя от верхняя точка. А может дно. Дальше только назад. Скамейка с выловной доской. Выброшенный блокнот. Город. Огрет. Пыльный. Пустой. Нежащийся. Как кот. Верхняя точка. А может дно. Золото. Клен в окне. Что ты так долго глядишь в окно? Хватит. Иди ко мне. В теле рождается прежний ток. Клонится милорик. Пышет щекочущий шепоток. Длится блаженный миг. Качество жизни зависит мне, долбанный Бродский. От того устроилась ты на мне или наоборот? Дальше смятая простыня. Быстрый веселый стыд. Свет пронизывает меня. Кровь в ушах шелестит. Стена напротив. След пулевой. На розовом кирпиче. Рука затекает под головой. Пыль танцует получе. Вчера палили. Соседний дом был превращен в рядут. Сколько мы вместе, столько и ждем, пока за нами придут. Золото. Клен. Тишина таит пристальный свой расчет. Нынче отсрочка. Время стоит. Завтра все потечет. В небе застыли остатки крон. День ползет под уклон. Золото. Клен. Равновесие. Клен. Красная лужа. Клен. В темных подвалах гвенчат ключи от подданных дверей. К жертвам склоняются палачи. С нежностью ликарей. Три к полу. Соседи спят. И верно слышат во сне звонка обезумевшего раскат. Им снится. Это ко мне. Когда начнут выдавать листы и с книгой трясти белье, Они им скажут, что ты есть ты. И все, что мое, мое. Ты побелеешь, и я замру. Как только нас уведут, они запрут свою к ныру. Поселятся тут. Луч, ложащийся на дома. Пыль, поскоп воровья. Дальше можно сходить с ума. Дальше буду не я. Пыль, танцующая в луче. Клен с последним листом. Рука, застывшая на плече. Полная лень. Потом речь, наступившая за черту. Душная чернота. Проклятие, найденное во рту сброшенного с моста. Внизу разрушенный детский сад. Песочница под грибом. Раскинув руки, лежит солдат с развороченным лбом. Рядом воронка. В черной дне еще виднелся дымок. Я сделал больше, чем мог. Вернее, я прожил дольше, чем мог. Город вкус, так что воздух чист. Ты склонилась ко мне. Три вополудни. Кленовый лист. Тень его на стене.